Субтитры подогнал «Симон» Начиная наше обучение, прежде всего хочу с вами поговорить об общей картине Или правильнее будет сказать об общей концепции, которая связана с духовным формированием нашей с вами личности Личности людей, которые уверовали в Вишуаха Машеха и исповедуют его своим Господом и своим Спасителем Это формирование, это духовное формирование, оно неразрывно связано с определенными духовными дисциплинами, которые мы должны применять в нашей жизни Без применения этих дисциплин процесс наш, он будет долог и не всегда успешен И Писание учит нас тому, что все мы с вами идем путь освящения Этот путь освящения, он длится длиною в жизнь И каждый христианин, он нуждается в духовном здоровье и в духовном росте Как физическое тело, оно нуждается в том, что мы за ним следили В каких-то физических упражнениях, в том, чтобы гулять, двигаться, принимать пищу Так и наш внутренний духовный человек, он нуждается в духовных упражнениях И это очень и очень важная часть нашей с вами жизни Что же такое духовное формирование, друзья? Это процесс нашего уподобления образу Ишуа Мессии для блага других людей Вот такое вот емкое определение, которое в принципе показывает Что же такое формирование христианской духовной личности И если мы видим, то это определение вмещает в себя четыре составляющие Первое – это процесс Второе – это уподобление Третье – это образ Ишуа Мессии И четвертое, очень важная часть – жизнь для блага других людей И давайте мы с вами кратко пройдемся по этим четырем аспектам духовного формирования Процесс Мы с вами живем в современном христианском обществе И очень часто современный человек, современный верующий Он направляет свои поиски в нахождении или какой-то определенной программы Может быть какой-то техники, какого-то метода Который дал бы быстрый такой результат духовного роста или духовной зрелости И современные верующие пытаются создать такую некую духовную атмосферу Обстановку, при которой Бог, он прикасаясь к человеку, будет давать некую свою полноту Мы пытаемся очень часто найти правильную книгу, послушать правильного проповедника Или поехать на правильный семинар, ожидая при этом, что вот эти наши действия Помогут нам преобразиться и поднимут нас на новый, более высокий духовный уровень Но это, друзья, не что иное, как наблюдаемый нами духовный поиск особых переживаний Но не стремление к истинному познанию Бога Почему так? Потому что, как я сказал вначале, что путь освящения – это путь длиною жизни И этот наш с вами христианский путь, он должен быть осмысленным Он должен быть непрерывным Это непрерывный процесс роста в полноту образа Ишуа Мессии Это процесс нашего роста в того, который есть глава всего Как написано в послании к Ефесянам Мы это делаем до тех пор, доколе не придем в мужа совершенного в меру полного возраста Мессии Это процесс, друзья, это очень важно понимать, что это процесс длиною жизнь Каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый час Мы должны духовно формироваться Мы должны расти с вами Как наше физическое тело, оно имеет какие-то процессы, так и духовная жизнь Она имеет процессы вот этого роста, которые идут непрерывно Следующий аспект – уподобление Духовное формирование – это, друзья, очень важно нам понимать Это не то, что мы с вами делаем сами собой или для себя Очень важный момент, обращу еще раз ваше внимание Это не то, что мы делаем собой или для себя А это то, что мы позволяем делать Богу в нас и для нас Это такое состояние, когда мы с вами открываемся для преображающего действия Божьей благодати И в этом процессе нам важно понимать, что по сути мы не можем сделать все собственными силами Чтобы преобразить самих себя Нам недостаточно нас Чтобы стать личностями, которые любят Бога, которые служат Бога Нам нужен сам Бог В отрыве от Него мы не можем ничего сделать Мы можем сделать то, что лишь открыться для Его действия Но наша часть – это дать возможность Богу сделать в нашей жизни Это преображающее действие, которое Дух Святой производит в каждом сердце, любящем Бога Следующий аспект – образ Мессии Как мы с вами знаем, есть образ совершенного Бога И наш образ, образ человека К сожалению, этот образ, он испорчен все-таки грехом И процесс уподобления Мессии, он сосредоточен более на тех сторонах нашей жизни Нашего с вами характера Где есть больше всего несоответствия с этим совершенным образом Наша греховность, вот это вот состояние греховности Это то, что мы по сути собой представляем Но нам необходимо, друзья, посвящение Чтобы нам преображаться в Ешуа В образ того, который спас нас В образ того, который возлюбил нас любовью вечной И посвящение – это такое состояние Когда мы с вами можем сказать Богу «да» Причем говорим «да» во всех сферах своей жизни И духовные дисциплины, они представляют собой акт освобождения самого себя для Бога Когда мы открываем двери наших сердец Чтобы дать Богу возможность совершить в нас Вот этот преображающий свой труд Чтобы мы стали подобно Сыну Его Чтобы мы стали похожи на Ешуа На нашего Господа и на нашего Спасителя Последний, четвертый аспект Для блага других людей Образ Ешуа Машеха – это образ того Кто отдал себя Кто пожертвовал себя для других И мы с вами, будучи Его детьми Будучи Его учениками Должны жить подобным образом Дух Святой ожидает от каждого из нас Такого решения и такого вида Или правильнее сказать Такого образа жизни Цель Божьего трубда по уподоблению нас образу Мессии состоит в том Чтобы мы стали с вами такими, каким был сам Машех Чтобы наши взаимоотношения с Богом Они отображались в наших отношениях с другими людьми Потому что когда мы общаемся с Богом Когда мы имеем общение со Христом Мы понимаем, что Он – это жертва Он стал этой жертвой Этим Агнцем, который закон был за грехи этого мира Он не для себя пришел А для нас И мы, спасенные им Должны также жить Не для себя А для блага других людей И если мы хотим проверить с вами Действительно происходит ли в нашей жизни Духовный рост То необходимо задуматься над природой И качеством наших с вами взаимоотношений С другими людьми Стали ли мы более любящими Или же сострадание, терпение Это не наши, говорится, методы Итак, друзья Теперь нам с вами надо понять И оценить наше с вами духовное здоровье Как мы с вами знаем Физическое здоровье оценивает врач Машия является источником вечной и духовной жизни Он является мерилом нашего с вами духовного здоровья Я хочу вам прочитать цитату Джонатана Эдвардса Пуританского проповедника Богослова Очень интересное высказывание Которое мне очень понравилось Если христиане не подражают Мессии Они не вправе называться Его именем Ветвь имеет ту же природу, что и ствол и корни И питается тем же соком Члены тела имеют ту же жизнь, что и голова Было бы странно, если бы христиане имели характер и дух Отличные от характера и Духа Христа Когда они становятся плотью от плоти Его и костью от кости Его Да к тому же еще имеют один дух с ним Тогда уже они, не они живут, но Христос живет через них Очень прекрасные слова, которые заставляют нам задуматься И нам надо, друзья, периодически останавливаться на наших путях И наблюдать за своим духовным здоровьем При этом нам надо задавать себе определенные вопросы Первым из этих вопросов нам надо задавать себе вопрос Жажду ли я Бога? И мы можем видеть, что по сути в этом мире У людей есть три вида жатвы Я беру ключевые моменты, которые я думаю, что мы с вами хорошо знаем и видим Человек может Первое, это то, что человек может заполнять пустоту Вот эту нишу своего, своей души, которая пустует И в этом процессе, вместо того, чтобы искать самого Бога Человек начинает искать некие духовные переживания Для того, чтобы удовлетворить свою вот эту вот духовную жажду Второй момент Человек, он испытал на себе действия Божьей любви, Божьей благодати Но заботы этого мира Он сильно много связан с мирским Как говорится, он пьет из других источников И слишком мало уделяет времени для общения с живым Богом Третье, это жажда удовлетворенной души Когда действительно человек, он пережил встречу с Богом Он вкусил, как благ Господь И не может остановиться в тем, чтобы насытиться им Насытится отношение с ним Его естество, оно стремится к Богу Как писал Давид Душа моя стремится к Богу, как лань стремится к потокам вод Так жаждет душа моя Господа Это должно быть нашим состоянием И именно такое состояние, оно ведет нас по пути духовного роста Стремление вновь и вновь ощутить это удовлетворение И наслаждение от встречи с Богом От его действий, от его прикосновений Это очень прекрасно, друзья И это очень важно Наблюдать, действительно ли есть в моем сердце Эта жажда по самому Богу И жажда по Богу Это признак Это самый первый признак Я скажу, что это самый главный признак Действительно возрожденной души Души, которой коснулся Дух Святой И которая родилась от этого Духа Всякий рожденный свыше человек, который идет путь своего духовного роста Он должен жаждать Бога Жаждать отношений с Ним И человек жаждет Бога, потому что Святой Дух Он живет в нашем сердце И он трудится в нашем сердце Есть эта неразрывная связь между нами и Богом Когда мы разделены свыше Также, друзья, оценивая наше духовное здоровье На пути нашего духовного формирования Нам следует задумываться о своих ценностях Наши ценности, они формируют нашу с вами жажду Если я жажду мирского То получу я только лишь мирское Если я жажду духовного То я получу духовно Очень простой принцип Что ты жаждешь, то ты и получишь И главная ценность Каждого рожденного свыше человека Это жертва Ишоха Машеха Это наш Господь, благодаря которому мы вошли в Божье Царство Как написано в Евангелии от Матвея 13 глава 45-46 стих Еще подобно Царство Небесное купцу Имеющему хороших жемчужин Который, найдя одну драгоценную жемчужину Пошел и продал все, что имел И купил ее Так и должно быть наше с вами состояние Состояние нашего сердца Должно быть готовым продать все Чтобы приобрести самую главную жемчужину Чтобы приобрести Царство Божие Чтобы приобрести самого Мессию В свое сердце А дать все ради Него Также Писание говорит нам Что не хлебом одним жив будет человек Но всяким словом, исходящим из уст Божи Без еды, друзья, погибают наши дела Без пищи духовной погибают человеческие души И Бог открывается нам через свое слово И указывает нам путь к себе Через Ешуа Опять же через свое слово И поэтому Слово Божие И любовь к слову Это также является одной из ключевой ценностей Которые мы должны видеть в своей жизни Видеть в этом процессе Уподобление в образ Ешуа Мессии Когда мы живем для блага других людей Следующий вопрос оценки духовного здоровья Это возрастает ли ваша любовь Мы действительно должны видеть Что наша любовь, она возрастает Очень часто, к сожалению, бывает Что любовь в сердцах людей Верующих людей Она угасает И когда угасает любовь То что начинает происходить? Начинает проявляться наша греховность Проявляется наша греховность И мы удаляемся от Мессии Как это проявляется? Мы легко теряем терпение Мы начинаем быть недоброжелательными к людям Мы начинаем завидовать каким-то преимуществам Каким-то победам других людей Мы склонны считать свои личные нужды Или свои какие-то права Выше, чем потребности других людей Другими словами Мы ставим себя выше других Мы начинаем возмущаться Мы начинаем искать этот недостаток В других людях К чему это приводит? Это приводит к тому, что Казалось бы, рожденный свыше человек Он начинает формироваться Не в образ своего Господа и Спасителя А в образ эгоиста Центром, где является человек И его я И нам важно определять Какая у меня любовь Очень важно понимать, что Любовь ни в коем случае нельзя путать с привязанностью Любовь нельзя рассматривать как прикрытие самолюбия Я люблю, я буду любить кого-то, чтобы потом любили меня Нельзя говорить в своем сердце, что Я буду любить, если ты будешь любителем меня Этот принцип мы видим Иешуа говорил в Евангелии от Луки 6 главе 32 стихе Если любите любящих вас Какая вам зато благодарность Ибо и грешники любят любящих их Это не является такая любовь христианской Она мирская, совершенно мирская любовь Настоящий христианин Настоящий рожденный свыше человек Он имеет в своем сердце любовь и сострадание к людям Его волнует как душевное, так и физическое состояние Каждого человека, которое накродится вокруг него И возрастание в любви Это тоже процесс Это является частью нашего процесса уподобления в образе Шуа Мессии И проходит оно в четырех направлениях Должна возрастать наша любовь к Богу Должна возрастать наша любовь к моему ближнему окружению То есть к моей семье Должна возрастать моя любовь к братьям и сестрам моей общины И конечно же должна возрастать любовь к погибающим людям этого мира Любовь, друзья, начинается с Бога Мы любим потому, что Бог прежде возлюбил нас И об этом нам надо размышлять Когда мы размышляем над тем, что Бог возлюбил нас Что Он отдал Сына Своего ради нас То и мы начинаем жить не для себя А мы начинаем любить людей Потому что Бог прежде возлюбил нас При этом нам важно всегда взирать на Ишуа Хамашиеха Который является источником этой любви Божьей Следующий вопрос, который мы задаем себе Должны задавать себе Становитесь ли вы чувствительнее к Божьему присутствию? Я скажу вам, что социологический опрос показал Что 32% рожденных свыше людей Не ощущает Божьего присутствия Или ощущал это присутствие один раз в жизни Очень пугающие факты Треть христиан не ощущала Божьего присутствия Или ощущала его очень-очень редко один раз в жизни Как мы воспринимаем Божье присутствие? Современному обществу свойственно воспринимать Божье присутствие На уровне чувств, на уровне ощущений Но нам надо понимать Божье присутствие через знание Которое открывает нам путь к Его присутствию Даже если, когда мы собираемся вместе Даже если мурашки не побежали по твоему телу Мы знаем, что Бог с нами Мы знаем, потому что так говорит Слово Божие Где двое и трое собраны во имя Мое Я посреди них И мы верим этому Мы знаем, что Бог сто процентов посреди нас И нам надо понимать У нас должно быть знание О Божьем присутствии Первое, что на нем необходимо понимать Что Божье присутствие Оно всеобъемлище Бог везде сущ И если ты хочешь встретиться с Богом Ты можешь встретиться с Ним на каждом месте Ешо, Он открыл доступ тебе Открытый доступ во святое святых И ты можешь входить в это присутствие просто Закрыв свои глаза Опустившись в своего внутреннего человека Или просто направив свой разум к Богу И встретиться с Ним Потому что Бог на всяком месте Мы знаем также второе, что Бог явил себя в человеческом облике В Ешоа Мессии И Ешоа Мессия является этим Господом Господом, который облегся в оплоть Стал как человек Чтобы мы через Него имели доступ к Богу Мы должны понимать имманентное присутствие Бога То есть, значит, близкое присутствие Бога Почему мы знаем, что оно близкое? Да потому что Писание говорит Что Бог поселился в сердца наши Духом своим святым И Дух Святой, третья ипостась Бога Бог, Дух Святой Он живет в твоем и моем сердце Он очень близок к нам Мы должны понимать, что есть ощутимое Божье присутствие Это такое состояние, когда мы ощущаем его Когда мы переживаем его в собрании Когда мы видим его труд Когда мы видим его влияние на нас И это происходит разными моментами Мы читаем Писание И мы понимаем, как стремительные потоки Божьего Духа начинают работать с нашим сердцем Особенным образом Мы видим, что это слова самого Бога внутри нас Это его работа И это ощутимое присутствие Ощутимые такие минуты Особенные минуты Когда Бог явно, ощутимо действует И присутствует в нашей жизни Нам также важно понимать Что есть небесное присутствие Бога И как мы знаем Хоть Бог и Вестесущий Но Писание говорит о том, что престол его на небесах И на небе Божье присутствие Оно более явно, чем где бы то ни было Именно о таком значении неба Говорит Священное Писание Небо – место ярко выраженного Божьего присутствия Там слава и величие Бога Они абсолютны и безусловны И также нам надо понимать О вечном присутствии Бога И тут люди или в вечности Будут наслаждаться этим присутствием Или люди будут в вечности мучиться От того, что они не могут быть с ним в общении Потому что, как я сказал Бог, Он Вестесущ И в определенном смысле, конечно же Можно сказать, что Он присутствует и в аду Он везде От Него нельзя нигде сокрыться Об этом говорит Писание Зайду ли на гору, там я Зайду ли в преисподнюю, там ты Тоже Бог везде Только в преисподней человек мучается От того, что он При своей земной жизни Он не сделал этот шаг Навстречу Богу И не вошел с ним в вечные отношения Друзья, это то, о чем мы должны с вами задумываться Это то, что мы должны с вами знать Когда мы говорим о Божьем присутствии Следующий вопрос, который мы должны задавать себе Это вопрос Печалитесь ли вы о грехе? Печалюсь ли я? Я должен задать себе вопрос Печалюсь ли я о грехе? И первым шагом на пути вот к духовному преображению Является осознание опасности греха Я скажу вам, что современное общество Христианское общество Оно любит ходить по тонкому льду Рядом с грехом Рядом с мирским Но очень важно понимать Что грех опасен Дьявол, как написано Ходит, как рыкающий лев Ища, кого поглотить И нам надо с вами быть ближе к Мессии Потому что чем будем мы ближе к Мессии Тем мы больше будем не любить грех Потому что все греховное Оно противоположно Ешуа Ешуа святой Совершенно святой И чем мы ближе к святости Тем грех будет больше и больше удаляться от нас Чем мы больше будем похожи на него Тем больше ненависть и нелюбовь мы будем испытывать ко всему греховному Поэтому, друзья, я скажу вам, что очень важно наблюдать Есть ли это в нашем сердце В нашем сердце должно быть печаль и сожаление о грехе Если этого нет, в нас не может быть покаяния Вы знаете, что в еврейской традиции Семь шагов покаяния Одним из этих шагов является сожаление Если нет сожаления, не может быть чувы Не может быть покаяния Это нереально Поэтому нам надо наблюдать за своим сердцем И приближаться к Машеху Приближаться к источнику святости В присутствии которого Всякий грех он просто будет поржен Аллилуйя Друзья, нам надо задавать себе также вопрос Как быстро мы прощаем Прощаем ли мы обидчиков наших? Надо задавать себе вопрос И настоящий христианин, настоящий верующий человек Он всегда будет готов стремиться к тому, чтобы простить своего обидчика Прощение – это не что иное, как Божья воля И путь к свободе И путь к радости И мы видим, что Ешуа в Евангелиях Он говорил Прощайте и проститься вам Есть некая связь между Прощением Которое исходит от Бога И тем, как мы прощаем И люди, которые покаялись перед Богом Люди, которые называют себя детьми Божьими Они должны уметь прощать своих недоброжелателей И человек, который не способен прощать Он никогда не испытал на себе Вот это преображающее действие Божье Которое изменяет Он не испытал это преображающее прощение Божье Если человек не может простить Скорее всего, с ним этого не произошло Потому что, если я понимаю, что Бог простил меня То как я могу не простить своего обидчика В Еремии, 31 главе, 34 стихе написано Я прощу беззаконие их и грехов Их уже не вспомину более Бог никогда не вспоминает нам наших грехов Именно так должны поступать мы с вами, Божьи дети А сказать прощаю ближнему своему Это значит взять на себя ответственность Больше не вспоминать обидчику о грехе Которую он совершил против тебя И хотя мы, как люди, не всегда можем забыть это полностью Но мы должны относиться к человеку Которого мы простили Как будто мы забыли эту обиду И прощение означает, что сама обида Вот эта вот обида Она никогда больше не будет основанием для нашей ссоры И нам надо проверять свои сердца Проверять, готов ли я просить Нам надо проверять себя Задавая вопрос Готов ли я быть инициатором примирения Не всегда просто сделать этот первый шаг К тому, чтобы примириться Потому что бывают ситуации, когда Вот эти обиды, они обоюдные И тут мы должны задать себе вопрос Готов ли я быть первым, кто пойдет на примирение Надо задавать себе вопрос А вообще, люблю ли я прощать Я понимаю, что нам неприятно, когда нас обижают Но я думаю, что действительно Рожденный свыше человек Он должен получать некое удовлетворение От того, что он простил другого человека От того, что он отпустил свою обиду Почему? Потому что Бог Он простил нас первый Ешуа первый простил нас на кресте Голгофы Вот почему в наших сердцах Всегда должна быть готовность Для того, чтобы простить человека И когда это происходит Это говорит о нашем с вами духовном росте Это говорит о том, что мы действительно Преображаемся в образ Ешуа Хамашиеха Друзья, мы с вами прошли Что такое духовное формирование И как нам с вами определить свое духовное здоровье И теперь мы переходим с вами к духовным дисциплинам Без которых немыслима жизнь Каждого верующего человека Скажу вам прямо Не применяя этих духовных дисциплин Этих духовных практик Мы или умрем духовно Или же превратимся в таких неких духовных коллег Которые сами ранены И ранят окружающих их людей Какие же духовные дисциплины Нам необходимо использовать В процессе нашего уподобления Образу Ешуа Мессии О двух из них Я имею ввиду дисциплину молитвы И дисциплину поста Мы поговорим сегодня более детально и основательно Основательно Но существует еще ряд действий Которые мы должны с вами знать И использовать Я буквально коротко Обзорно расскажу Об этих духовных дисциплинах Первая дисциплина Дисциплина размышления И в Библии используются два различных слова Для передачи идеи размышления И вместе они используются в Писании 58 раз Эти слова имеют различные значения Но суть их сводится к одному Слушать Божье слово Размышлять о Божьих делах О Божьем законе И в каждом случае Подчеркивается Изменение поведения В результате нашей встречи С живым Богом Когда мы встречаемся С живым Богом То мы изменяемся Для этого нам надо Эта дисциплина И тут есть один еще важный момент Такой что Христианская вот эта дисциплина Размышления Она идет Как говорится Рука об руку С покаянием И послушанием Если сказать одной фразой То христианское размышление Это способность Слушать Божий голос И повиноваться Ему А когда мы слышим Божий голос То мы видим Несоответствие В своей жизни И тогда в нашу жизнь Приходит покаяние Когда мы размышляем Когда мы углубленно Изучаем священное писание То мы видим Где-то это несоответствие Тогда наше сердце сокрушается Приходит раскаяние Это очень важная Духовная дисциплина И она неразрывно связана С Божьим словом И тут нам надо Важно понимать Что важно Не просто читать Божье слово Важно размышлять о нем Важно остановиться Взять несколько стихов И направлять в свой ум Размышляя об этих стихах О том Насколько моя жизнь Соответствует Этим словам Божьим Сделать так Стремиться так Чтобы это слово Оно просто укоренилось В нашем сердце То есть стараться Пережить это слово Очень важный момент Также в дисциплине Размышления Это брать Определенные события Наши во времени Какие-то ситуации И прикладывать их К Божьему слову Чтобы анализировать Эти события Эти ситуации Через призму Священного писания Это очень и очень важная практика Которую мы должны с вами Исполнять Это должно быть Особенное время Для нашего размышления Следующая дисциплина Дисциплина изучения И это особый опыт Такой, который мы можем иметь При котором через Внимательное наблюдение Объективных устройств Мы побуждаем наши мысли Двигаться в определенном направлении О чем я говорю? Я прочитаю вам текст Из Станаха Это книга Дворим Одиннадцатая глава Восемнадцатый двадцать первый стих Итак, положи сии слова Мои в сердце ваше И в душу вашу И навяжите их в знак На руку свою И добудут они Повязкую над глазами вашими И учите им сыновей своих Говоря о них Когда ты сидишь В доме твоем И когда идешь дорогу И когда ложися И когда встаешь И напиши их На косяках дома твоего И на воротах твоих Дабы столь же много было Дней ваших И дней детей ваших На той земле Которую Господь клялся Дать отцам вашим Сколько дней Небо будет над землею И цель этого наставления Которое дает Маше В том, чтобы постоянно Регулярно Направлять свой ум В определенном направлении А именно мыслить о Боге И о человеческих отношениях с Ним И процесс изучения Он немножко отличается Есть отличия От процесса размышления Размышление Оно происходит молитвенно Когда мы читаем слово Мы видим какие-то моменты Мы начинаем молиться У нас начинается диалог с Богом И это хорошее время Я хочу сказать Изучение размышления Над Божьим словом Это хорошее время для молитвы Изучение же Оно аналитично Мы думаем Мы переосмысливаем Над Божьим словом Мы изучаем его Чтобы понять Что оно объясняет И изучаться, друзья, должны Как священное писание Книги Проповеди Но также мы можем изучать Бессловесные книги Все в парке Мы можем видеть Как Бог дивно Устроил мироздание Как все тонко настроено В этом мире И как все слаженно работает Это как пример Размышлять мы можем Над многим И это очень важная Важная дисциплина Следующая дисциплина Дисциплина Уединения Ее обзор Я хочу начать С слов Терезы Авильской Обоснуйся в одиночестве И ты наткнешься На Бога В себе Самом Современному человеку Не очень просто Это сделать Нам Очень не хватает Времени Для того, чтобы Остановиться И уединиться Всегда рядом Телефон Какие-то гаджеты Кто-то позвонит Но нам надо Находить время Чтобы все Оставить И уединиться В одиночестве Пред ним Очень важно В этом В этой дисциплине Также иметь Минуты молчания Потому что Нам свойственно Больше говорить Богу Чем его слушать Нам надо Научиться молчать И слушать то Что Бог Говорит В наши сердца Следующая Дисциплина Дисциплина Простоты И христианская Простота Это очень и очень Непопулярная Дисциплина В наше время Но это Внутреннее Качество Которое Производит Определенный В нас Стиль жизни И Внутренняя И внешняя Простота Обе Очень и очень Существенны Мы Обманываем Самих себя Если думаем Что можно Обладать Просто Внутренней Простотой Которая Не выражается В нашем Образе Жизни А если мы Пытаемся Организовать Нашу внешнюю Простоту То наша Жизнь Скорее всего Придет К такой Законности Законничеству Точка Опоры Для Духовной Простоты Это Искать Царство Божие Прежде Всего И тогда Все необходимое Приложится В нашей Жизни И Что я хочу Сказать Что В сегодняшнем Обществе Мир нам Предлагает Очень много И очень часто Мы покупаемся На этом Нам хочется Иметь То Нам хочется Иметь Новый Телефон Нам хочется Новый Иметь Какой-то Гаджет Какие-то Наушники Все Но Писание Говорит Ищите Прежде Царство Божие Я не говорю О том Что все Это нам Не надо Но мы Не должны Быть В погоне За новым И новым Мы можем Довольствоваться Обычными Проводными Наушниками Но Помочь Ближнему Помочь Своему Соседу И Это Является Друзья Дисциплиной Простоты Когда Мы Готовы Свои Какие-то Плоские Желания Усмирять Перед Богом И жить В простоте Ища Прежде всего Царство Божие И его Правды Следующая Последняя Дисциплина Которая Я хочу Упомянуть Это Дисциплина Покорности Или Дисциплина Смирения Наверное С этой Дисциплины Надо было Начать В начале Что Такое Смирение Очень Интересный Вопрос Что Же Такое Действительное Смирение И Смирение Это Способность Сложить Себя Груз Необходимости Делать Все По-своему Я скажу Я скажу вам Что В современном Обществе Присутствует Вот это Рабское Мышление Хотя Человек Думает Что Он Свободный В своем Выборе Но Это Рабское Мышление Когда Я Буду Решать Я Должен Решать Чтобы Все Было По-моему Так Как Я Хочу Свободный Человек Он Готов Быть Смиренным Ради Блага Другого Человека Смиренный Человек Он Готов Починить Свою Жизнь Для Исполнения Божьей Воли Потому Что Он Понимает Что Божья Воля Стоит На Первом Месте Смиренный Человек Он Всегда Будет Открыт К Другому И Никогда Не Будет Выстраивать Иерархических Отношений Во Взаимоотношениях С Другими Людми Поэтому Друзья Другими 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 Субтитры создавал DimaTorzok